Юрий Валентинович Кнорозов родился 19 ноября 1922 года. Харьковский уезд, советский российский историк, этнограф, лингвист, эпиграфист, переводчик, основатель советской школы майанистики. Проблемой письменности Майя Кнорозов заинтересовался еще будучи студентом. Предварительный отчет о дешифровке был опубликован в журнале «Советская этнография» в 1952 году. Это поспособствовало переводу Кнорозова в Институт этнографии имени Миклуха Маклая Академии наук СССР, в котором он работал с августа 1953 года и до конца жизни. В 1955 он защитил диссертацию «Сообщение о делах Вьюко Тани Диего Доланда как историк и этнографический источник», за которую был удостоен степени доктора исторических наук, минуя кандидатскую степень. В том же году, вышла его обобщающая статья «Система письма древних майя» и перевод сообщения о делах в Юкатане. В следующем году Кнорозов докладывал о результатах своей работы на Международном конгрессе американистов в Копенгагене. Однако далее, вплоть до 1990-го, ученый был невыездным. В 1963 году вышла монография «Письменность индейцев майя» со словарем и каталогом знаков в 540 единиц. В 1975 году вышли в свет иероглифические рукописи майя «Перевод и исследование всех уцелевших рукописей». За комплекс работ по дешифровке Кнорозов был удостоен государственной премии СССР. Итак, простой советский ученый Юрий Кнорозов смог расшифровать письменность цивилизации майя. До этого никому не удавалось приблизиться к этой цели в течение 500 лет. Но над ученым сразу же повисло клеймо коммунизма. В то же время Юрий Кнорозов не имел возможности выехать из Советского Союза и поехать в Мексику, поэтому он лично не видел надписи и скульптур или великих городов майя. Все исследования он проводил в своем кабинете в Ленинграде. Он обнаружил, что иероглифический алфавит майя, содержащийся в работе фрае Диего де Ланды, это испанский религиозный деятель 16 века, который написал книгу по истории майя до Колумбовой эпохи, был просто слоговым алфавитом. Кнорозов объяснял свой успех тем, что его коллеги были археологами, а он все-таки лингвист, поэтому ему удалось получить ключ к разгадке, над которой бились лучшие эксперты майя со всего света. Основным источником для работы с письмом майя послужили две книги, видимо, не случайно оказавшиеся в его руках. Это вот сообщение о делах в Юкатане в публикации Броссера де Бурбура и Кодексы майя в гватемальской публикации братьев Вильякорта. Диего де Ланда – странный исторический персонаж, проживавший в 16 веке, второй епископ Юкатана, который написал книгу сообщений о делах в Юкатане. Она содержит много важных сведений о цивилизации майя. Однако, как сообщает нам история, он сжег практически все рукописные книги майя. Почему сжег и что это значит – очень странная темная история. В 1498 году Христофор Колумб открыл Америку. В новый свет хлынули испанские конкистадоры, огромное государство инков и ацтеков рухнули под ударами дерзких пришельцев, закованных в металлические латы и скачущих на удивительных животных, называемых лошадями. Каким образом испанцы через океан привезли в Америку табуны лошадей, история, естественно, умалчивает. Объяснением таких мелочей она себя не утруждает. Вместе с солдатами в Америку прибыли католические монахи обращать новые языческие народы в христианскую веру. Эти священники стали фактическими правителями новых земель. Глядя на страницы из Дрезденского кодекса Майя, можно подумать, что это древний комикс или сказочная история, а значит, неправильно расшифровали книгу Майя. На самом деле перед вами трактат по астрономии, в котором приведены очень точные наблюдения планеты Венеры. В частности, Майя установили, что синодический период обращения Венеры составляет не 584, а 583,92 дня. Именно это значение до сих пор приводится в современных справочниках. В 1549 году на Юкатан прибыл монах францискирианец Диего де Ланда. Он рьяно взялся искоренять язычество и ересь среди индейцев. Монаха возмущали принятые среди индейцев приношения в жертву богам живых людей. Он решительно насаждал христианскую религию, используя пытки и костры, на котором сжигали непокорных, что мало отличалось от предыдущих кровавых жертвоприношений. Цивилизация Майя насчитывала четыре тысячелетия. У индейцев была своя письменность и даже библиотеки рукописных бумажных книг, называемых кодексами. Кодексы не имели переплета и складывались гармошкой. Де Ланда писал про индейцев Майя. Эти люди употребляли также определенные знаки или буквы, которыми они записывали в своих книгах древние дела и свои науки. По ним, по фигурам и по некоторым знакам фигурам они узнавали свои дела, сообщали их и обучали последователей. Мы нашли у них большое количество книг с этими буквами, и так как в них не было ничего, в чем не имелось бы суеверия и лжи демона, мы все их сожгли. И, о, удивительно, это их огорчило и принесло им страдания. Страница рукописи епископа Де Ланды с записью алфавита Майя. Епископ Диего Де Ланда, сжигая книги Майя, которые рассказывали не только об истории и астрономии, но и об языческих богах, поступал в согласии со средневековыми обычаями церкви. Архиепископ Мехико Дон Хуан де Сумарага складывал костры из рукописных книг ацтеков. Испанский кардинал Химинеса велел сжечь 280 тысяч томов из библиотеки Кордовы, собранной арабами. Века инквизиции закончились утратой влияния церкви. Фактически Диего Де Ланда уничтожил всю литературу индейцев майя. Сегодня в мире осталось всего три кодекса. Эти рукописные книги хранятся в Мадридском, Дрезденском и Парижском музеях как бесценные реликвии. Индейцы прятали от инквизиторов свои кодексы в гробницах и пещерах, но там их губил влажный экваториальный климат. Слипшиеся в известковые комки древние кодексы из индейских гробниц еще ждут своих исследователей. Это иероглифы майя, вырезанные в камне, найденные в руинах Поленке, Мексика. Диего Де Ланда вел записи о нравах и обычаях майя и даже попробовал с помощью грамотных индейцев установить соответствие между испанским алфавитом и иероглифами майя, которые он принимал за буквы индейского алфавита. Записи Ланду нашел в испанских архивах и опубликовал 300 лет спустя французский исследователь Броссер де Бурбур. Книга, написанная епископом Ландой и кодексы майя, избежавшие сожжения на кострах, разведенных по его же воле, вызвали ожесточенные споры среди современных лингвистов. Ланда записал три десятка иероглифов майя в качестве букв алфавита, но исследователи вскоре поняли, что индейские иероглифы не могли быть буквами, слишком их было много. И хотя индейцев майя к 20 веку уцелело немало, среди них не было никого, кто бы слышал про древнюю письменность. Могли ли испанцы настолько уничтожить культуру так, что не осталось ни одного сведущего индейца? Или, может быть, не было никакой письменности, а сожжение – это очередное оправдание, почему ничего не осталось, кроме нескольких цветных комиксов? Итак, главным специалистом в мире по расшифровке письменности майя считался Эрик Томпсон, американский ученый британского происхождения. Он много сделал для раскрытия тайн цивилизации майя. Даже в свадебное путешествие они с женой отправились в американские джунгли верхом на мулах, выбрав маршрут так, чтобы попутно исследовать развалины древнего города майя. Томпсон отвергал мысль о том, что иероглифы майя представляют собой буквы или слова. Он считал их символами, картинками, которые выражают идеи, а не звуки. Например, красный свет светофора – это символ, который не соотносится со звуком. Его нельзя произнести, но подобно иероглифам майя он сообщает команду «Идти через дорогу нельзя». Такая символическая теория Томпсона превращала расшифровку иероглифов майя в практически невыполнимое дело. Попробуйте-ка достоверно догадаться, какой символический смысл вкладывали индейцы в каждый из многих сотен своих рисунков. Томпсон с большим пренебрежением относился к книге епископа Ланды. Цитата «Знаки, которые приводит де Ланда – недоразумение, путаница, глупости. Можно растолковывать отдельные рисунки, но вообще письменность майя никто и никогда не сможет прочитать». Мало того, что теория Томпсона была ошибочна, она мешала расшифровке иероглифов майя еще и тем, что ученые, будучи мировым авторитетом, не терпел в майонистике инакомыслящих. Случалось, выступит какой-нибудь лингвист против теорий Томпсона и вскоре оказывается безработным. На счастье, судьба Кнорозова от мнения Томпсона не зависела. Юрия не устраивала американская символическая теория, и он несколько лет ломал голову над разгадкой тайны рисунков майя. Юрий засыпал в своей маленькой комнатке, утомленной дневной работой и размышлениями. Ему снился берег Карибского моря. Индейцы сидят у костров, что-то рассказывают друг другу, смеются. Юрий напряженно вслушивается в их речь, пытаясь различить знакомые слова и не может. Как ему хотелось попасть в страну майя и побродить среди развалин индейских храмов. Казалось, сама древняя земля индейцев должна подсказать все время ускользающий ключ к расшифровке индейских иероглифов. Но мечта о поездке в Центральную Америку была в те времена совершенно несбыточной. Молодому ученому приходилось пользоваться тем, что было в его распоряжении. Кнорозов внимательно изучил книгу Диаго де Ланда. Монах старательно записывал факты, но непонятно, почему же он так напутал с алфавитом майя. Да потому, что был малообразованным человеком и вряд ли имел представление о других видах письменности. К тому же, пробуя соотнести иероглифы майя с хорошо знакомым латинским алфавитом, де Ланда привлек в помощники индейцев. В итоге Юрий Кнорозов расшифровал письменность майя из упрямства. В 1945 году он прочитал статью немецкого исследователя Пауля Шельхасса под названием «Дешифровка письма майя – неразрешимая проблема. Это стало вызовом для пытливого ума молодого ученого». Он написал, как это неразрешимая проблема. То, что создано одним человеческим умом, не может не быть разгадано другим. С этой точки зрения неразрешимых проблем не существует и не может существовать ни в одном из областей науки. Иероглифы письменности майя молодой ученый разгадывал уже в Ленинграде. Он жил в музее этнографии народов СССР в длинной, как пенал, комнате до потолка, забитой книгами, по стенам которой висели прорисовки иероглифов майя. Из мебели был только письменный стол и узкая койка. Все свое свободное время Кнорозов изучал письменно майя, но в его успех никто не верил. Ранее мировые светилы майянистов смогли понять в письменности майя только числа и даты календаря майя. В США школу майянистов возглавлял Эрик Томпсон, не преуспевший в расшифровке иероглифов майя. Он считал, что алфавита у майя не существует. Эрик Томпсон жестко пресекал все попытки коллег продолжить работу по дешифровке письменности майя, обрушивая шквал критики в научной прессе на каждого, кто пытался прочесть послания майя. Но Юрию Кнорозову не было дела до мнения и этого американца. Из библиотеки Берлина советские офицеры Красной Армии вывезли в Москву много книг. Среди них были две книги, заинтересовавшие Кнорозова. Это то самое сообщение о делах в Юкатане францисканского монаха 16 века Диего де Ланда и кодексы майя братьев Вильякорта. Кнорозов сразу же понял, что алфавит майя из 29 знаков, оставленный испанским монахом Диего де Ланда, то явилось ключом к пониманию языка. На основе этих трех географических рукописей майя – Парижской, Мадридской и Дрезденской – Кнорозов обнаружил, что во всех текстах встречается 355 самостоятельных знаков, и каждый знак майя читался как слог. Это позволило Кнорозову определить тип письма и установить фонетическое чтение некоторых слогов. К 1947 году Кнорозов составил каталог иероглифов майя, а через пять лет вышла первая публикация о результатах дешифровки письменности. Ее приняли с восторгом, и благодаря этому молодой ученый смог перейти на работу в кунцкамеру. Работа Юрия Кнорозова стала научной и культурной сенсацией не только в Советском Союзе, но и во всем мире. Способ дешифровки Кнорозова получил название метода позиционной статистики и использовался и для дешифровки письма острова Пасхи и протоиндийских текстов. Даже в разгар Холодной войны американцы приняли принцип дешифровки Кнорозова. Эрик Томсон не хотел признавать свое поражение и продолжал вести идеологическую войну против русского дешифровщика. Он до конца жизни считал метод Кнорозова ошибкой, а его поклонников называл ведьмами, летающими верхом на диких котах, по полуночному небу по приказу Юрия. В 1957 году он отправил послание известному археологу Майку Ко. «Ты доживешь до 2000 года, рассуди потом, был ли я прав?» Археолог сохранил письмо и перечитал его в первый день 2000 года. Томсон был не прав, прав оказался Кнорозов. «И теперь мы все, занимающиеся Майя, являемся Кнорозовистниками», – подвел итог Ко. Кнорозова так и не допустили к первоисточникам. Возможно, и заниматься этой деятельностью ему позволили, скорее всего, в силу противостояния в Холодной войне с Западом, где возможность расшифровки письма Майя была под запретом, так же, как и под запретом была расшифровка письма этрусков. Многий Юрий казался угрюмым и суровым, но близкие люди отмечали его доброту. По воспоминаниям учительницы Галины Ершовой, к нему всегда и везде тянулись дети и животные. Если ребенок на экскурсии в кунцкамере хотел что-то спросить, то он из всех находящихся в зале сотрудников неизменно обращался к Юрию. Юрий всю жизнь обожал котов, его любимницей была сиамская кошка Ася. На фотографии он держит ее на руках. Он знал по именам всех котов своих коллег и друзей и неизменно спрашивал о них при встрече. В кармане у Кнорозова всегда был сушеный корень валерьянки или пучок кошачьей травы. У него было хорошее чувство юмора. Ученое сборище майонистов он именовал шабашами, а любимой картинкой было изображение гигантского ящера, которого рвут на части мелкие твари, он называл ее заседание ученого совета. В ожидании дня, когда он сможет увидеть останки цивилизации майя, Кнорозов продолжал много работать. Женился, растил дочь, парировал нападки критиков, аферистов и недоброжелателей. И только в 1990 году по приглашению президента Гватемалы Кнорозов наконец-то увидел останки цивилизации майя, сбылась его мечта. В 68 лет сам поднялся на вершину пирамиды Большого Ягуара в Текале. Затем последовали поездки в Мексику, где он посетил те места, о которых читал и писал. Поленке, Бонампак, Яшчилан, Чичен-Ица, Лавента, Монте-Альбан, Теотюакан, Шочекалька. В 1995 году в посольстве Мексики в Москве за исключительные заслуги перед Мексикой вручили Кнорозову серебряный орден ацтекского орла. Получая орден, русский ученый сказал по-испански «Сердцем я всегда остаюсь мексиканцем». Эта награда имела для него огромное значение. Юрий Кнорозов дожил до 1999 года. Он был гением, его исследования стали сенсацией во всем мире. Его метод позиционной статистики стал использоваться для дешифровки и других древних письменностей.